Пожалуйста, мне нужно поговорить с фиалками. Да. Спасибо. Нет, я не хочу, я не хочу. Меня это не интересует. Послушайте, тот, кто продал все вещи Томасу и Кони, был Фабио. Я не имел к этому никакого отношения. Я бы никогда не сделал ничего, чтобы причинить вам боль. Но если это казначейство, поищите Фабио. Уточните все с Томасом. Вы бы сделали для меня такую вещь? Я пошел искать Фабио. Я пошел за ним, чтобы он забрал коробки с компакт-дисками, вынес коробки из помещения Кони, вернул им серебро, но... Оно треснуло. Как это он раскололся? Но он ушел совсем, с деньгами, и никто не знает куда. Вы шли, Мавр. Почему? Потому что я вам ничему не верю. В конце концов, Томас был прав. Вы такой же, как и ваш старик. У вас это в крови. Не говори мне этого. Идите. Субтитры сделал DimaTorzok Что вы здесь делаете? С вами что-то не так? Нет, нет. У меня возникло сомнение, что я остался с таким счетом. Я остался здесь. Я родилась не вчера. Я знаю эти маленькие глазки. С вами что-то не так? Я поссорился с Вайлит. Снова, снова, снова и снова. Вы хотите мне рассказать? Нет, я не хочу говорить. Я бы предпочел, чтобы мы оставили все как есть. Хорошо. Томас пришел за тобой сегодня. Томас? Сюда, в помещение, на компакт-диск? Да, сюда, на компакт-диск. И что он вам сказал? Он что-нибудь сказал? Нет, он ничего мне не сказал. Должен был мне что-то сказать. Нет, нет. Что я знаю? Это должно быть из-за фиалки. Вы видели, какие они? Они во все вникают. Но это значит, что хороший друг, не так ли? Да, да. Ну что же, я пойду спать, потому что завтра у меня ужасный день. Привет. В другой раз ты от меня не убежишь. Нет, я не собирался убегать и собирался поговорить с вами. Да, Маура, не лги мне. Я не лгу тебе, Томас. Послушай, я прошу у тебя прощения. Фабия был тем, кто продал вещи. Меня это тоже задело. Послушайте, мне все равно. Сегодня днем я хочу, чтобы коробки были в деле, потому что я не хочу застрять. Все ясно? Ну, я обещаю вам, что я позабочусь об этом лично. Я пойду за коробками, я принесу их, я отнесу их, куда бы я ни пошел. И я напоминаю вам, что вы должны вернуть Конни все до последнего Пенни. Ну это... Что? Шпагат принадлежит Фабио, вы видели? Я ищу его, но не могу найти. У меня нет ручки. Ну, мне все равно, есть у вас серебро или нет. Сегодня днем я хочу, чтобы коробки были сняты с производства, и чтобы серебро было у Конни. Если нет, я подам на вас в полицию, хорошо? Ну, спасибо. И учитывая, что вы никогда не собираетесь меня подставлять, благодарность вдвойне. Маура, вы знаете, что я хотел бы немного уладить с вами дела. И тем более, когда Вайлетт посередине вы видели, я не хочу, чтобы она страдала. Ну, во что ты меня втянул? Я не знаю, мне нужно было больше шпагата, и не забывайте, что я терял самое толстое, что у меня было. Ну что же, ребята, я оставлю вас в покое. Посмотрим мне, проясните ли вы немного. Я пришел попросить у Хуана фургон, чтобы вывезти коробки с компакт-дисками из дома Конни. Я не знаю, отдам я их полиции или оставлю валяться. Я обязательно их выброшу. Я обещаю тебе, что ты больше никогда не будешь плакать из-за моего альта. Маура, не хотите ли сегодня вечером прийти ко мне домой пообедать? В девять часов? В девять. Сегодня вечером я схожу за вещами по помещению. Я надеюсь, что вы нас не подведете. Я не подведу вас. На минутку, Томас. Он, я не знаю, он пытается все исправить, Маура. Послушайте, я бы предпочел, чтобы ночью никого не было, потому что я не хочу их компрометировать. Все в порядке. Не волнуйся. И спасибо за это. Я не знаю. Нет, все в порядке. Это моя ответственность. Кубок был моим. Что угодно, я вас предупреждаю. Будьте спокойны. Правда, что этот парень хорошо справился, не так ли? В конце концов. Мне пора. Вы не останетесь выпить? Я бы с удовольствием, но у меня есть кое-какие дела. Увидимся. Увидимся позже. Я бы хотел подать жалобу на незаконные товары. Не могли бы вы назвать мне свое имя? Меня зовут Томас. Томас Ибара. Я заеду за вами к выходу из школы, и если вы хотите, мы попросим дату в ЗАГСе. Хуан, который час? Милета, задайте себе этот вопрос сейчас 50 миллиардов раз. Я знаю, что, но это уже произойдет. Успокойтесь, успокойтесь. Ну, тут Маура забыл, что собирался есть. Увы, Хуан, но как плох твой брат. Бедняжка. Он сейчас придет. Виолетта, Маура еще долго не придет. КОНЕЦ КОНЕЦ Я не знаю, что случилось, но Мауру взяли в плен. КОНЕЦ Возьми себя в руки, Хуан. Вы хотите, чтобы я контролировал себя? Вы требуете от меня чего-то серьезного. Нет, все в порядке. Все в порядке. Ешьте. Я сказала ему в 9, уже почти 10. Но почему бы вам не позвать его на компакт-диск? Да, я собираюсь это сделать. Но я буду говорить из своей комнаты. Я не хочу, чтобы вы слышали плохие слова. Ну, вы же слышали, не так ли? Я уполномочен. Да, спасибо. Должно быть тут мальчик для всех. КОНЕЦ Что вы здесь делаете? Не беспокойтесь, я пойду с Софией навестить Мауру. Нет, нет, нет. Успокойтесь, правда, все в порядке. Я не могу поверить, это не Мелия. Я не могу найти адвоката. Ну, худшее, что мы можем сделать сейчас, это потерять самообладание. Теперь, чего я не понимаю, если вы это знали, почему вы мне не сказали? Это из Самаура. Я не хотела вас беспокоить. Но этот парень постоянно попадает в неприятности. Хуан, им не нужно идти в отделение, потому что отсюда они ничего не решат. Успокойтесь. Могу я увидеть моего сына, пожалуйста? Извините, мэм, Маура Вильянуева содержится без связи с внешним миром. Почему его заперли? Он ни при чем, он не виновен. Отпустите его. Виолита, успокойтесь. Хуан Маура не виновен. Мисс, на данный момент единственный человек, причастный к этому факту. Хорошо, но откуда вы взяли, что он несет ответственность? Была подана жалоба. Мы пошли в помещение, о котором сообщалось, и там действительно была контрабанда. Мой сын никакой не вор. Но? Кто бы его осудил? Сэр, я должен навестить Томаса Ибару, чтобы он дал показания. Все в порядке, агент. Отойдите в сторону, а потом мы поговорим. Томас сообщил об этом. В конце концов, я был прав. Просто да, все было так, как есть. Теперь несправедливо сажать в тюрьму Маура, если ли при чем. Ну, никто не занимается незаконным оборотом товаров в бизнесе. Конечно, Маура парень, который очень доверяет людям. Там ему что-то придумали, и он в это поверил. Я поздравляю тебя, Томас. Правда в том, что ты был очень хорош, понимаешь? И к чему это ведет? Я никогда бы не подумала, что вы собираетесь сделать что-то подобное. Вы не можете быть более откровенным. Вы не вмешиваетесь? Томас, я объясню вам все, что случилось с оборудованием, которое вы продали Коуне. Послушайте, почему вы должны были сообщить об этом? Чем я? Что я не осудил это? Увы, Томас, не изображай из себя идиота, понимаешь? Забудь, что мы когда-то были друзьями. Это чушь собачья. Фиалка, фиалка. Не следуйте за ней. Не следуйте за ней. Неужели вы не понимаете, что эта шахта сумасшедшая? Нет, я не думаю, что Баск сделал что-то подобное. Полицейский сказал, это совершенно ясно. Жалобу подал Томас Ибара. В Коста-Исперанце есть только один Томас Ибара. Послушайте, Баск, я знаю его. Я бы никогда не сделал ничего подобного. Ух ты, не будьте наивным. Ну, я за Басков беру игру в свои руки. Посмотрите, с кем я столкнулась. Я приняла его за папоротник. Я чуть не оросила ему голову. К кому вы пришли? Ну, я пришел, чтобы все прояснить. Послушайте, лучше объясните мне что-нибудь в этом роде. Ну, а Вайлит, вы позволите ему говорить? Послушайте, я не собираюсь отрицать вам, что я не хотел, чтобы он схватил Мауру и избил его до полусмерти. Но сегодня его отправили в тюрьму. Есть ли какая-то разница, не так ли? Послушайте, я бы не скучала. Это будет не первый раз, когда вы кого-то продаете. Что за глупости ты говоришь, девка? Я говорю правду, ничего. Маленькая девочка. Я, малыш, это глупо. Ну, 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 ну. Хорошо, все готово. Вы идете со мной. Мне кажется, что следующий, кто пойдет к алтарю, это Томас и вы. Я знаю, что говорю вам. Какой у вашей старушки хороший глаз. Пожалуйста, я хочу выйти. София, я хочу видеть. Ну, я тоже хочу видеть. Но успокойтесь, потому что это действительно заставляет меня нервничать. Просто мне не по себе. С преступником обращаются лучше, чем с Мауру. Почему? Ну что же, адвокаты разберутся. Успокойтесь. Мама. Мама, я не имел к этому никакого отношения. Клянусь вам, я не имел ничего общего. Пожалуйста. Что с тобой? Мисс, пожалуйста. Констебль, продолжайте. Простите. Ради, мадам. Пожалуйста, присаживайтесь. Которого я когда-либо хотел видеть здесь. Вы не в том состоянии, чтобы изображать из себя маленького, тощего петуха. Ну, мне не нужна ваша помощь. Не так ли? Вы в моих руках. Чего вы хотите? Остаться здесь на несколько месяцев? Мама вытащит меня отсюда. Как вы думаете, кто вызвал меня в отчаянии, потому что ничего не мог сделать? Вы можете месяцами гнить здесь. Но если это ваше решение... Остановитесь. Остановитесь. Вытащите меня отсюда, пожалуйста. Я прошу вас об этом. Вытащите меня отсюда, папа. Конечно, я подойду к вам. Но прежде нам нужно поговорить. Мы должны договориться. Договориться? Мы два крупных бизнесмена, Мауро. Или ты забыл дискету, которую ты взял у меня, чтобы представить ее джи? Вот видите, вы выиграли. Все в порядке. Как вы думаете? А теперь в дальнейшем все будет так, как я скажу, нравится вам это или нет. Что за дела? Вы сейчас узнаете. Я позабочусь о том, чтобы поговорить с Мауро. Дайте мне понять, что если вы не примете мои условия, я и пальцем не пошевелю. Вы поймете, Герман. Я позабочусь об этом. Будьте спокойны. Я позвоню вам. Чао. Есть какие-нибудь новости? Я в деле. Вы разговаривали с Германом, не так ли? Да. Какое отношение он имеет ко всему этому? Он обо всем позаботится, Виоле. Будет помогать Мауро после того, что произошло? Да. Увы, София, я боюсь, что он снова встанет между нами. Этого не произойдет, потому что я этого не допущу. Успокойтесь, я позабочусь об этом. Идите. Что случилось? Почему вы его выгоняете? Я не хочу иметь такого предателя, как он. Как может быть так глупо приходить сюда после того, что вы сделали, Томас? Теперь почему бы вам не оставить его в покое? В чем дело? Что нужно сделать, чтобы они поняли, что он тут ни при чем? Останьтесь. Я могла сказать вам, Томас, уходите. Давайте, Конни. Нет, защищайтесь. Это того не стоит. Разве вы этого не понимаете? Давай. Томас ничего не сделал. А что это с вами, детка? Тот, кто сообщил о Мауро, был я. А зачем вам было сообщать об этом? Меня просила это сделать моя сестра. Я принес как болван. Мне не следовало этого делать. Простите меня, Томас. Все в порядке. Все готово. Сейчас мы можем остаться? Нет, Конни. Если Джозефу и Вайлетт нужно, чтобы кто-то другой рассказал, что я за человек, я бы предпочел пойти в другое место. Давайте. Хорошо. Герман. Минутку, пожалуйста. Да. Да, все в порядке. Вайлетт. Вы могли что-нибудь сделать, чтобы этого не произошло? Да, осталось выполнить всего несколько формальностей. Ну что же, я пойду посмотрю. Подождите. Что происходит? Сейчас все изменилось. Что изменилось? Если вы действительно хотите, чтобы Мауро был свободен, вам лучше не входить. Почему бы вам не оставить меня в покое? Если вы сделаете еще один шаг, я не внесу залог. И тогда вы будете виноваты в том, что Мауро здесь. Мауро здесь. Если вы сделаете еще один шаг, и тогда вы будете искать виноватого в том, что Мауро гниет здесь. Музыка. киев а 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 я ну а или ну а к вам посетитель скажем так я сделал исключение кто это твоя девушка вайлет я бы посоветовала вам не ждать вайлет что вы здесь делаете я пришла сказать вам что теми кто выдал вас были томас и вайлет вы пришли сюда чтобы сказать мне это и вы притворяетесь что я вам верю вы лгуне клара вайлет никогда бы так не поступила уверяю вас нет никогда я очень хорошо знаю вайлет ну почему бы вам не узнать ваш адвокат тоже это знает есть протоколы из полицейского участка виолетта сказала томасу и он сдал тебя офицер офицер успокойтесь да ну отведите меня обратно в камеру я скорее буду в камере чем буду слушать болтовню ну давайте все что я сказала правда ты уже чешешь отсюда вы сошли с ума это вас подводит я не знаю что с вами не так но это вас подводит вам взбрело в голову разлучить меня с вайлет и вы способны на все ради этого но вайлет никогда бы не сделала ничего вы занимаетесь моим делом маура выясните вы будете удивлены я иду в школу да дочка ты не собираешься завтракать нет уже очень поздно вы не думаете что я пойду с вами и мы мимоходом поболтаем спасибо хуан но я предпочитаю идти одна виоле почему вы замыкаетесь в себе ваш брат беспокоится я хочу помочь вам я сейчас искренне благодарю вас обоих за то что вы следите за тем что со мной происходит да но вы молчите ну худшее что вы можете сделать это оставить свои проблемы при себе то что осталось внутри я бедна прости свою сестру потому что она не приедет я ухожу чау почему бы вам не дать мне подержать вас за руку хуан вы счастливы я не хочу разрушать ваше счастье вайлет послушай меня разве ты не помнишь что мы братья но в чем дело не пугайте меня это так серьезно герман снова попал в середину да да хуан паулита да мне надоело потакать твоим прихотям детка я хочу посмотреть сможешь ли ты в следующий раз справиться с ними сама малыш малыш что за чушь вы сообщаете об этом мауре и даете ему доказательства что с вами вы сошли с ума маура заслуживает этого детка вы знаете я собираюсь убить вас вы выставляете меня идиотом наверняка вы тоже пришли домой к герману против меня не так ли вы не можете защитить себя словами только этими маленькими руками глупая глупая успокойся детка пошли в класс и в классе тоже идиотка я уже оформил все документы чтобы ваш сын вышел из тюрьмы хотя на самом деле честно говоря я думаю что вы этого не заслуживаете хватит все готово не мучайте его больше он уже принял то о чем вы его просили нет нет не насмехаетесь честное слово нет я не насмехаюсь над ним не так ли нет я просто хочу чтобы все было ясно вы пришли к подножию если это не я вы сгниете здесь внутри все в порядке герман мауру неплохой просто у него есть те компании я знаю фабия имею ли я ввиду вайлет и всю ее группу это правда что томас заявил на меня а кто если не он этого не может быть спросите свою мать не верите мне верно мама да к сожалению да проходите я принес вам что-нибудь свежее устраивайтесь поудобнее тери будет там я не знаю я должен пойти к виолете мне нужно все прояснить с ней нет маура не уходите я не нахожу это удобным ну я должен увидеть ее мама ну уже плохо но не уходите нет вот оно я лучше пойду приму ванну мне нужно смыть с себя запах полицейского участка теперь вам придется писать хорошие стихи нравится вам это или нет кто бы сказал нет как и раньше маура маура ты что-то искала я пришла купить компакт диск не говорите мне так да послушайте хватит этих выходок вы сейчас же уходите отсюда я была в отделении и видела как арестовали фабио этим вы собираетесь доказать невиновность маура не так ли об этом я позабочусь раз уж вы здесь я вам кое-что скажу что маура и софия вернулись ко мне домой как мы снова стали семьей и в этой семье вам нет места все уладится франка виолетта какое-то время были с томасом ей стало плохо тогда они уехали вместе 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 что в этом странного куда они поехали я не знаю в дом томаса я полагаю нет не за что маура успокойтесь клара вы все еще сомневаетесь в том что я вам сказала как я должен поступить чтобы вы поняли что я не хочу с вами разговаривать нет мне это не интересно посмотрите посмотрите что они сделали со мной чтобы заставить меня замолчать чтобы я не говорила правду кто это сделал с вами вайлит зачем я тебе это говорю если ты мне не поверишь я понятия не имею где они будут ну это не имеет значения я их сейчас найду спасибо хорошо я прибыл с мата я надеюсь вы богаты потому что я наполовину беден нет это не имеет значения главное это намерение ну все равно с намерением мы ничего не делаем да спасибо кони что позволила тебе пойти со мной я держу тебя на мушке а верил ты не попадешь в беду не смотря на то что я с подозрением отношусь к вам о чем вы говорите нет я не помню что случилось но как вы собираетесь вот так войти похоже на этот раз Клара была права да Клара я не понимаю какое это имеет отношение к Кларе нет прекратите мне кажется что здесь какая то ошибка какая ошибка о какой ошибке вы мне говорите о какой ошибке вы мне говорите что вы думаете о себе я не понимаю что это вы откусили ей голову ты не оставляешь меня ходить за коробками ты ведешь себя хорошо а потом ударил меня по лицу мальчики девочки мальчики мальчики минутку минутку могу я принести вам чего-нибудь перекусить мама я могла бы вам сказать пожалуйста уходите какой характер у этой девушки у вас нет никакого права сомневаться послушайте послушайте скажите мне одну вещь кто пришел просить дату в ЗАГСе я нет я посмотрим кто все это время занимался тем что мы поженились я дорогая но что происходит сегодня все ссорятся там в комнате твоя сестра до Крика ссорится с женихом Вайолетт и Маура там? да Нина зачем спрашивать почему вы послали меня? Маура остается что? да мне нужно с ним поговорить посмотрим что вы хотите вы знаете что я не могу в это поверить после всего что мы пережили вместе вы верите к Ларе и не верите мне но хватит Маура они меня натравливают а вы все еще его защищаете как вы думаете что я думаю Вайолетт? мне все равно что вы думаете когда я говорю хватит я имею в виду что я больше не хочу вас видеть Маура почему вы больше никогда не хотите меня видеть? быть вместе это борьба я сделала все чтобы нам было хорошо но вы никогда этого не ценили а теперь Маура я больше никогда не хочу тебя видеть хорошо вы больше не хотите меня видеть? мисс больше не хочет меня видеть мисс больше не хочет я хочу тебя выйти конечно мисс больше не хочет это было я хочу тебя видеть это было мисс больше не хочу Я больше не люблю тебя. Я больше не люблю тебя. Я больше не люблю тебя. Я люблю вас, мама. Что вы так поздно встали? Ничего. Мы просто болтали. Сделайте мне одолжение, София. Пройдите в свою комнату. Вы не видите, в каком он состоянии. Я не могу его оставить. Я знаю, как с этим справиться. Я папа. Единственный, единственный раз в жизни я напился, когда поссорился с маленькой подружкой, которая у меня была в школе. Я думал, что мир обрушился на меня. Но со временем я встретил твою мать и создал замечательную семью, которая у меня есть. В этой жизни все случается. Меня тошнит. Я слишком много тебя слушал. Прислушайтесь к своему отцу. Все случается в этой жизни. Время подскажет причину. Я слишком хорошо вижу... Нет, да. Просто я в порядке. Если я уже давно не чувствую себя так хорошо. Я вам не верю. И это нормально. В чем я преуспеваю? В том, что вы мне не верите. Потому что на самом деле все неправильно. В чем дело? Что все неправильно, Джозеф. Это все неправильно. Но? Почему? С сегодняшнего дня я решила поверить в то, что я счастливый человек. У меня это не очень хорошо получается, не так ли? Увы. Здравствуйте. Маура, что ты там делаешь? Я все еще обслуживаю местных жителей и пытаюсь немного привести в порядок свою голову. Я не хочу, чтобы вы были там. У вас была очень плохая ночь. Я не хочу, чтобы вы снова пили. Успокойтесь, мама. Ничего не случится. Все уже позади. Ну, я оставляю вас, потому что приходят люди. Чао-чао. Я уже сказал вам, нет, Маура, уходите. Но? Почему вы не хотите продать? Это немного пива. Пьян. Вот почему я не хочу продавать. Нет, 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 я не пьян. Маура, почему бы тебе не пойти спать пьяным? Посмотрите, как у вас дела. Вы мне не верите, Виолетта не так ли? Вот почему, потому что вы подставляете ее Виолетте. Вот почему я не хочу продавать не из-за вас. Ну, я больше ничего не хочу, кроме пива. У меня есть серебро. Это не годится. Почему бы тебе не пойти отдохнуть? Давайте, давайте, давайте. Фиалки — это мусор. Если ты не хочешь копаться в них, купи себе молочную ферму. И? Пойдемте, дайте мне пройти. Давайте. Могу я спросить вас об одной вещи? Да. Чем вызвана эта перемена? Что за смена лука? Я закончила все с Маура. И это для того, чтобы отпраздновать это, не так ли? Нет, нет, но на этот раз я не собираюсь опускаться. Ну, это все равно не имеет значения. Потом все уладится, как обычно. Нет, Джон, на этот раз это окончательно. Я хочу быть счастливой, а с Маура всегда возникают проблемы. Поэтому я устала страдать. Это законченная тема, Хуансита. Я пойду в Морено, чтобы немного отвлечься. Здравствуйте, Паула. Я покоя, Клара. Мне надоело, что вы обращаетесь со мной, как с мальчиком. Я не мальчик. Я устал. Ну, оставьте меня. Я очень хорошо знаю, что я должен делать. Вы понимаете? Мне надоело терпеть. Оставьте меня. Я ухожу. Клара, не уходи. С вами все в порядке? Ложитесь спать. Пожалуйста, не рассказывайте. Никому не рассказывайте, каков я. Подойдите. Я действительно не могу поверить, что вы так относитесь к Вайлит, Маура. У меня раскалывается голова. Отдохните. Это лучший способ забыть обо всем этом. Это то, что я должен сделать. Я клянусь в этом особом месте Вайлит, мой дорогой Вайлит. Я буду любить ее вечно. Ну, я тоже буду любить себя вечно. Я тоже буду любить себя вечно. Это я prometусь. Субтитры создавал DimaTorzok Это была слишком большая мечта, чтобы быть реальностью. Я сам того не желая придумал мир, состоящий из нас двоих. Я надеялся, что вы приедете переполненной моей любовью. Полет в этих объятиях превратил меня в солнце. Это не просто сон. Это еще не все. Любви не могло быть. Я собираюсь продолжать расти. Скажи бабушке и дедушке, что я остаюсь ночевать. У Фелиситас. И для этого вы прерываете меня? Конечно, разве вы не понимаете, что я готовлюсь к экзамену по жизни в Вильгран и даже не понимаю, что такое флаг? Ну, вы делаете то, что я вам сказала. Конечно, почему бы вам хоть раз в жизни не привести себя в порядок сегодня? Кроме того, я уже сказал вам, что больше не собираюсь оказывать вам никаких услуг. Нет. Ну, это не услуга для меня. Это для того, чтобы бабушка и дедушка не беспокоились. Вы понимаете? Ну, я не знаю. Я пойду посмотрю, смогу ли я. Вы идиот. Что вы делали? Нет. Я просто предупреждала, что не собираюсь ночевать дома. Ну, я провожу вас. Нет, оставьте. Оставьте, все в порядке. Я несу тебя, несу и несу. Нет, хорошо. Все в порядке. Послушайте, Клара, я благодарю вас за то, что вы делаете для меня, за то, что вы поддерживаете меня. Но мне нужно побыть одному, понимаете? Ну же. Я могу, Клара, я могу. Ну, все в порядке. Ты не станешься здесь ночевать. Я не хочу, чтобы он так ехал. Давай. Детка, если бы я мог доехать сюда на машине, я мог бы без проблем доехать до своего дома. Нет, у меня нет проблем. О, детка. Ты же сказала, что останешься спать у Фелиситас до шести утра. Что это такое? Ну, хватит, не ломай меня. Ты можешь идти спать. Не вмешивайся, хорошо? По правде говоря, я не понимаю, как вы можете идти к моей сестре после того, что она с вами сделала. Что она сделала со мной? Вы знали, что на вас подали в суд за товар, который вы испортили? Вы? Да, но по ее приказу. Вы несете ответственность за меня? Нет, это так, как я вам говорю. Вы можете перестать говорить булыжники, Бенджамин. Вы можете идти спать? Если вы хотите, я могу сообщить вам подробности. Нет, я собирался спать. Было очень легко сделать вас седым. Мавр, я позвонил в полицейский участок, и ну, я подробно рассказал о товарах из форели. И ну, потом я выдал себя за Томаса и Бару. И вскоре вы были в Кане. Кому вы собираетесь верить? Проблема. Вы ему не поверите. Я знал, что вы способны на все, на что угодно. Но черт возьми, это правда. Правда, которая меня удивляет. Это порти Томаса. Грязь фиолетовая. Ну, они все равно не верили, что вы невиновны, так что? Нет. Они не верили, что я невиновен. Но я здесь, здесь из-за твоей лжи. Здесь. Не так ли? Я скажу тебе только одну ясную вещь. Не переходите больше дорогу. Не переходите больше дорогу в моей жизни. Потому что я не буду иметь к вам никакого отношения. Для меня вы мертвы. Вы в один прекрасный день похоронены. Мертвы. Я пройду. Кто это? Что вы здесь делаете? Я сказала вам, что больше не хочу вас видеть. Послушайте меня, Виола. Я узнал обо всем, что произошло. Маура, вы не дали мне мяч. Что же, я приношу вам тысячу извинений. Я не знаю, я приношу вам свои извинения. Я пришел в полной решимости все исправить. Нет, здесь нечего исправлять. Да, есть, да, есть. Это круг. С вами он всегда заканчивается в одном и том же месте. Я не хочу продолжать в том же духе. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Я прошу у вас прощения. Вы слушайте меня. Давайте воспользуемся всем, что с нами произошло, чтобы... Не настаивайте, не настаивайте. Это ничего не изменит. Что случилось? Ты так внезапно перестал мне верить? Нет, нет, но я знаю, что это не изменится. Я бы предпочла страдать вместе с тобой, но не отдельно, как сейчас. Я? Маура, пожалуйста, я серьезно прошу тебя. И хватит. Ну, вам бы пришлось ее контролировать. Но если я даже не знаю, чем занимается этот психиатр... Хорошо, я пойду поищу. Папа, папа, что случилось? Мне нужно с вами поговорить. Мама, вы можете оставить нас одних? Хорошо. Вы плохо выглядите. Не беспокойтесь, что я живу. Постарайтесь быть кратким, потому что я должен отправиться на поиски вашей сестры. Я буду краток. Я хотел сказать вам, что вы испортили мне жизнь. Я уверен, что поссорился с Вайлет из-за вас. Я не знаю, почему вы это сделали. Но это уже не имеет значения. Имейте в виду, все оплачено. Кто спал. На этот раз я навсегда расслабилась, Я останусь с Мауро. Вот почему вы выбросили все, что он вам подарил. И да, когда кто-то хочет забыть о ком-то другом, он должен избавиться от всего, что ему напоминает. Похоже, Мауро сделал то же самое. Мауро сделал то же самое. Стоп, стоп, стоп. Что? Что случилось? Я не могу. Но почему? Мы ведем себя с вами варварски. С вами все в порядке? Нет. Что происходит? У меня нет подкладок. Не волнуйтесь. У меня есть. Да, но мне кажется, что вы не понимаете. Я не хочу иметь с вами ничего общего. Что? Я не хочу иметь с вами ничего общего. Я хочу, чтобы вы ушли. Вы идиот. Вы идиот. Вы идиот. Вы идиот. Похоже, судьба семьи Рера всегда будет одинаковой. Одни. И как единственный контакт с внешним миром – телевизор. Как и мама. Но когда вы станете мелодраматичны? Мама делает так много, что не включает телевизор. И кроме того, вы сейчас встречаетесь с Паулой, и у вас много новых дел. Да, может быть. Я только что оставил ее в доме. Могу я спросить вас о Мауро? Нет. Я не хочу больше говорить о нем. И вам и в голову не приходит думать, что я собираюсь помириться. Я ничего не сказал. Все в порядке. Я сейчас хочу чего-то другого. Чего-то более полезного, не такого плотного, понимаете? Ну, Хуан, я пойду спать. Это Мауро. Что за глупость? Сейчас не тот час. Я хочу поговорить с Виолеттой. Послушайте, я не могу стоять посередине, но... Вайлетт сдается мне, что она больше не хочет вас видеть. Забудьте о ней, Мауро. Эта ситуация ее расстраивает, вы понимаете? Мауро, выслушайте меня. Ты это пил? Немного. Вы глупые. Послушайте, Мауро, почему бы вам не сесть туда, и я сам сяду за руль? Давайте поиграем. С вами все в порядке. Оставьте. Мауро, я не позволю вам уйти таким пьяным. Проходите, проходите. Поехали, Мауро. Поехали. Поехали. Мауро. Поехали. Маура, ты сошел с ума? Смойтесь. Я не оставлю вас в таком виде. Что это? Оставьте меня в покое. Ну что же, я провожу вас до вашего дома. Я не собираюсь уезжать ни к себе домой, ни в сиделку, ни куда-либо еще. Куда вы хотите пойти? Где есть пиво? Но если ты этого хочешь, ты получишь это. Что вы все спите? Позвоните им и скажите, чтобы они пришли выпить с нами. Принести мне пиво. Ну теперь, вы знаете, что я вам дам? Крепкий, горький кофе, не так ли? Нет, 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 только не кофе, пиво. Тише. Хорошо, кофе. Что случилось? Ты в порядке? Все в порядке. Опустите его, опустите, опустите. Оно выстрельнуло само. Все в порядке, все в порядке. Все в порядке. Это была не игрушка. О, пожалуйста. Вы могли кого-то ранить. Я говорила вам тысячу раз. Это сюда. Пойдемте. Увы, что с вами? Я не знаю, но этот парень, этот парень пьян. Вам нужно немедленно позвонить отцу. Отцу, да. Моему старику, пожалуйста, нет. Ну, пожалуйста, дедушка, нет. Там, на книжной полке... Куда вы идете? Нет, Клара, нет. Вы остаетесь здесь. Нам нужно с вами очень серьезно поговорить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все кончено. Я не позволю вам разгуливать пьяным и устраивать беспорядки. Все кончено. Что вы здесь делаете? Я пришел, чтобы отвезти вас домой. Пойдем, я отвезу тебя домой. Нет, нет, попусту тратьте время, потому что я никуда не собираюсь идти. Не тратьте это время зря. Я не могу поверить, что застал вас в таком состоянии. Я не могу поверить, что я к ней ископал. Посмотрите на себя. Теперь вы заботитесь о своем сыне, о своей семье. Послушайте, послушайте, детка. Мне надоело, что мне звонят по телефону, чтобы рассказать о тех безобразиях, которые вы устраиваете. Конечно. Я все понимаю. Вам звонил Дон Эмилио, не так ли? Нет, не важно кто. Не важно кто. Это имеет значение для чего. Вы идете со мной. Теперь вы пришли, чтобы сделать это обеспокоенным? Разве вы не понимаете, что все это дерьмо, которое происходит со мной? Все это дерьмо, которое происходит со мной из-за всего, что вы делаете со мной, из-за того, что вы делаете со мной. Смотрите, смотрите, Маура, Маура, Маура. Я полон упреков. Вы мне надоели, что вы такой эгоистичный. Вот в чем я виноват. Я не эгоист. Не так ли? Единственное, что вас интересует, это не выглядеть плохо перед другими, чтобы не выглядеть плохим отцом. Это единственное, что вас интересует. Послушайте, Маура. Нет, ничего не смотрите. Ничего не смотрите. Я не собираюсь больше видеть вас здесь. И это мое последнее слово, папа. Видите себя, как маленький петушок. В следующий раз я отправлю вас в исправительную колонию. Я думал, что это может повторяться каждый день. То есть вы каждый день будете готовить мне завтрак? Ну нет, нет, не каждый день. Мы могли бы прийти к какому-то соглашению. Мы могли бы по очереди быть более щедрыми. Паула еще не приехала? Нет, но эта девушка, как вы думаете. Я собираюсь закончить ее платье у алтаря. Нет, оставьте себе... Так что я воспользуюсь случаем и примерю ей ряду. Вот картошка. Я вижу вас наполовину. Нет, они самые лучшие. Клара. Маура. Клара. Клара. Он ждал, чтобы остаться один. И вот он позвонил твоему старику, и я ничего не могла с этим поделать. Ну забудьте, забудьте. Потому что правда в том, что мой старик мне насрать. Так что не создавайте себе проблем. Вы знаете, мне так странно оставаться здесь вдвоем после всего, что произошло. Мне это не кажется странным. Более того, я поняла, что это важнее, чем я думала. Увы, не говорите глупостей, конечно. Как вы думаете, будьте искренни. Я не думаю, что вы можете испытывать какие-либо чувства кому-либо. Вы ошибаетесь. Более того, когда... Когда я подумала, что вы застрелились, я чуть не умерла. Вы серьезно? Позвольте мне позаботиться о вас, Маура. В чем дело, Клара? Посмотрите, как вы выглядите. Вы все время напиваетесь, вам на все наплевать. Так больше продолжаться не может. Где тот Мавр, которого я встретила и который ведет за собой весь мир? Ну, давайте. Нет, я не хочу идти домой. Там будут ждать мои бабушка и дедушка. И я не хочу, чтобы они меня трахали. Мы идем к тебе домой. Одна из них лодка моего старика. Когда-нибудь она станет моей. Вы хотите прокатиться? Клара, не смущайтесь. Если я скажу вам пойти, это потому, что если я пойду один, то брошусь в реку. Вы идете? Давайте. ПО ТОРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРАТРА ТЕЛЕГО ВОСТОБРЫЕ ДЕЛЕГО Ты сошла с ума, детка. Ты глупа. Как ты собираешься вылить пиво в воду? Сойдите. Маура, я сделала это для вас. Ну, это не имеет значения. Спускайтесь. Неужели ты не понимаешь, что если напьешься, ты будешь баловаться? Кто ты такая, чтобы приходить и давать мне советы? Кто я? Вы хотите знать, кто я? Тот, кто вас очень любит, это я. Слезайте, Клара. Маура, я люблю тебя. Для Клариты Чао. Клара, выслушайте меня очень внимательно. Что я собираюсь вам сказать? Потому что я говорю вам это один раз и больше не скажу. Вы не выйдете, пока я снова не разрешу вам. Это очень серьезно, Кларита. Идите. Здравствуйте. Здравствуйте, Вайлетт. Это я, Клара. Детка, зачем вы меня зовете? Чтобы меня потратить? Нет, я не хочу с вами разговаривать, Клара. Не надо меня больше беспокоить. Нет, прекратите, прекратите. Не перебивайте. Мне нужно с вами поговорить. Это очень важно. А Мауру? Мы с Маурой закончили. У меня много дел. Не беспокойте меня больше, Клара. Чем я могу вам помочь, Маура? Оставьте меня в покое. Когда вы это поймете, мама? Я и так оставила вас надолго одного. Ничего не было сделано правильно. Нам тоже не очень хорошо жилось, когда мы были все вместе, да? Вы всегда можете начать все сначала? Да, конечно, вы можете начать все сначала. Вы пытаетесь восстановить семью, не так ли? Я не пытаясь вовремя перестроить семью для этого. Я пытаясь перестроить жизнь моих детей. Посмотрите на себя со стороны. Я должна что-то сделать. Я не могу позволить вам продолжать страдать. На данный момент мне кажется, что это будет невозможно, понимаете? Вы меня слышите? Я перестаю с вами разговаривать. Чего вы хотите? Ну, я хочу, чтобы вы знали, что я влюблена в Мауру. Очень хорошо, дорогая. Я поздравляю тебя. Я откровенно с вами. Я люблю его, но я знаю, что он любит тебя. Я пришла просить тебя помочь ему. Ты издеваешься надо мной, детка. В чем ты хочешь, чтобы я ему помогла? Марлоу в последнее время очень плохо. Он много пьет, не контролирует себя, не знает, что делает. Все, что я ему говорю, ускользает от него. Он говорит, что если вы пойдете и поговорите с ним, он вас выслушает. Нет, нет, Клара. Я больше ничего не могу сделать. Ну, подумайте об этом. Если вы все еще действительно этого хотите, сделайте что-нибудь, пожалуйста. Я сделаю шаг в сторону, чтобы ему стало лучше. Спасибо. Спасибо. Нет, Маура, не надо. Не губите себя больше. Как? Если я попрошу вас об этом, вы прекратите пить. Вайлетт, неужели ты не понимаешь, что ты единственная, кто может мне помочь? Нет, Маура, ты ошибаешься. Если ты не хочешь помочь себе, тем более я не смогу это сделать сама. И судя по тому, что я вижу, у вас нет большого выигрыша. Посмотрите, что это такое. Вы думаете, что проблема в алкоголе? Вы думаете, что проблема в алкоголе? Алкоголь мне помогает, мне более того. Мне плохо, потому что я хочу быть с вами и не могу. Потому что я хочу поцеловать вас. Потому что я хочу быть с вами. Если вы не способны любить себя, тем более вы не сможете поверить мне, Маура. Вайлетт, пожалуйста. Нет, 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 нет. Больше не рассчитывайте на меня. Помогите мне, пожалуйста. Я влюбилась в другого человека. Как? Я влюбилась в Маура, которого больше нет. Я могла бы быть с вами только из жалости. И этого я никогда не чувствовала. Все в порядке. Тогда вы хотите сказать мне, какого черта вы пришли, чтобы снова оставить меня... Послушайте, если проблема в алкоголе, я не собираюсь больше пить ни капли алкоголя. Но не из-за всех буржуазных женщин, о которых вы мне рассказываете. Чтобы доказать вам, что я могу справиться с этим один-один, и вы мне не нужны, мне никто не нужен. Я могу справиться с этим один. Уходите, уходите, пожалуйста. Я могу справиться с этим один раз. Субтитры сделал DimaTorzok Полет в этих объятиях превратил меня в солнце Не все это просто сон, не всякая любовь Я не знаю, хочешь ли ты, не хочешь Что вы это делаете? Вы не представляете, как я вам завидую Потому что, похоже, у вас есть повод для смеха, не так ли? Нет, нет, я просто рада видеть вас в порядке Я думала, что найду вас там за милым пивом А вы работаете как хорошо Я могу вам помочь? Нет, спасибо Но мне не нужна ваша помощь Ну, если чего-то не хватало, чтобы убедить меня, что тебе лучше Так это того, что ты обращаешься со мной так же плохо, как и всегда Похоже, Вайолетт поступила с тобой правильно, не так ли? Какое отношение вы имеете к Виолетте? Откуда вы знаете, что она пришла ко мне? Ну, я попросила прийти Мне нужна была ваша рука Я не могла остаться с вами наедине, да? Знаете что? Я вам не верю Поверьте мне, это правда Хорошо Давайте предположим, что это правда, что вы пошли за Вайлетт Почему вы это сделали? Потому что я люблю тебя Это было единственное решение для тебя Ну, хватит об этом Нет, хватит Потому что вы знаете, что происходит Я не чувствую того же Не надо мне ничего объяснять, Маури Я все очень хорошо знаю Я рада видеть вас в добром здравии И пока я довольствуюсь тем, что вижу вас в добром здравии Спасибо Ну, это первый ваш добрый жест в отношении меня за долгое время Берегите себя Вы не можете пройти Так не должно случиться Маура, что вы здесь делаете? Я пришел сказать вам это Виолита, простите меня Но я не могла это остановить Все в порядке, мама Не волнуйся, иди Спасибо Послушайте, Виол Я хотел сказать вам, что Ну, я везде ничего не пил И Ну, я говорю вам Я не знаю, если бы вы так со мной не обращались Я Я бы никогда не смог Ну, извините меня Но если я не так с вами разговаривала Нет, не извиняйся Все было очень хорошо Хорошо Я рада, что послужила вам Конечно, вы сослужили мне службу И кроме того, есть еще кое-что, что мне очень помогло Что за штука? Что вы не захотели вернуться ко мне Потому что, по правде говоря, вы правы Парень, который не может играть в нее ни за что, ни про что И парень, который не в состоянии позаботиться о себе Он не заслуживает того, чтобы быть с вами Спасибо Вайлетт, что вы здесь делаете? Ну, теперь я пришла к тебе, как ты ко мне сегодня Смотрите, я Я сама поговорю Я хотела извиниться перед вами Ну, за то, как я с вами обращалась Но если бы я так с вами не разговаривала Вы бы не отреагировали И, по правде говоря, я рада, что все изменилось На самом деле Я еще не закончила Хорошо, хорошо В том, что я больше ничего не хочу с вами знать Вы ошибаетесь Вы помните, я говорила вам, что влюбилась в другого мужчину? Да Этот человек появился снова Вы так думаете? И он тот мужчина, о котором я всегда мечтала Безопасный Гордый И, прежде всего, очень милый Значит Тогда Я не собираюсь позволять вам сбежать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok